Всем привет! Я хочу вас всех поздравить для начала с наступившим 2016 годом. Хочу вам пожелать всего самого классного, чтобы этот год был полон позитивными событиями, чтобы ничего плохого с вами не случилось, чтобы верили в лучшее и чтобы самое лучшее с вами случалось. В декабре 2015 года я подвела итог, я собрала не только те продукты, которые у меня закончились, прежде чем выкинуть, я их всех складываю в такой мешок, чтобы потом с вами поделиться, но также я провела ревизию своей косметики и решила просмотреть какие-то продукты, которые мне не подходят, то, что мне не нравится, то, чему я не могу найти никакое применение, я решила также от этого избавиться. Первое, что я достаю, это будет гель для душа от бюджетного бренда Isana. У этого геля для душа очень нейтральный, такой спокойный запах, и мне нравится, что он без алкоголя, здесь PH 5,5. Отличный гель для душа, хорошо очищает кожу, не делает ее раздраженной, но я могу предположить, что гель для душа не подойдет для обладательниц очень сухой кожи, потому что он такой освежающий, очищающий, и, наверное, тем, у кого сухая кожа на теле, захочется чего-то более увлажняющего. Он мне нравится, цена у него отличная, поэтому я его куплю обязательно еще. В магазине Body Shop мы покупали мне Body Butter, и там была какая-то акция, можно его приобрести по очень выгодно цене гель для душа, и я выбрала вот такой гель для душа с оливковым маслом, с оливками. Всего того, что там было, он мне наиболее понравился, потому что у него такой освежающий запах, но, как вы видите, да, у меня руки откуда-то из другого места растут, у меня он упал, в общем, у меня отвалилась эта крышка, и, ну, не знаю, мне кажется, упаковка не самая продуманная, раз крышка так легко может отвалиться. И что мне не понравилось, здесь написано, что он без мыла, но он совсем ничего не очищает, поэтому гель для душа Body Shop мне совсем не нравится. Маска для лица, которую, возможно, вы могли наблюдать в моем видео-обзоре на косметику Биодерма. Это маска марки Биодерма, особо увлажняющая, и это серия Hydrabio, которая предназначена для обезвоженной кожи. Я его кидаю, потому что как-то эта маска не делает чудес, она не настолько увлажняет кожу, есть более бюджетные маски, например, от Планета Органика, которые выполняют все те же функции, стоят в три раза дешевле. Это же у меня, по-моему, вышло из срока годности, и поэтому я просто не прощаю, здесь, наверное, дни осталось совсем чуть-чуть. Недавно в одном из магазинов заметила новую такую марку бюджетную, Ingrid Cosmetics, очень дешевая, и как-то я не смогла пройти мимо, в общем, прикупила с такими громкими словами, это очиститель лица, или как это правильно, очищающее средство для лица, и тут очень красиво все сказано, что это три в одном, эмульсия, которая и очищает кожу, и снимает макияж, и увлажняет ее, но по факту это такое молочко, которое, наверное, подойдет очень сухой коже. Она очень плохо очищает лицо, поэтому я ей пользовалась только на утро, и я вычислила, что в составе тут очень много нехороших компонентов, тут очень много пробенок и всего такого нехорошего, поэтому такое средство, конечно же, я больше не приобрету. Закончились у меня вот такая серия, это шампунь и это бальзам для волос, серии L'Oreal Elvital, и это классная серия Arginine, которая очень хорошо отмывает волосы, они становятся гладкими, мягкими, классно расчесываются, очень легко, и это более питательная версия, мне больше нравится такая прозрачная, где прозрачная цвета шампуня, она более легкая, и, по-моему, здесь немножко крышечка другого цвета. Эта серия более питательная, она подойдет для нормальных волос, для сухих и очень сухих волос, и эта парочка у меня даже была в видео «Уход за волосами 2015 год. Самые лучшие продукты». Что касается волос, еще одна парочка, которая у меня закончилась, это шампунь и кондиционер John Freedom, он предназначен для блондинок, в принципе, для натуральных блондинок, но украшенных также подойдет, и он просто придает такой красивый блеск волосам, он их не осветляет, и также их очень классно можно расчесать, волосы очень мягенькие, мне нравится, как он ненавязчиво пахнет, в общем, этот шампунь дико-дико классный, моя мама его любит, я его люблю, и если вы его не пробовали, обязательно купите. И он также был любимчиком 2015 года по уходу за волосами. Еще один продукт по уходу за волосами, о котором я ничего хорошего сказать не могу, это, кстати, это первая серия, которую я приобрела именно без СЛС, это бальзам, у меня есть такой шампунь, он у меня еще стоит, я его и кисти, это планета органика, марокканский бальзам для всех типов кожи, и, если честно, он делал мои волосы, впрочем, так же, как и шампунь, такими жирными, такими, какими-то грязными, в общем, я крайне недовольна шампунями без СЛС, все-таки, пока я не нашла, может быть, свой идеальный натуральный шампунь, так что это вообще не мое, и им я... Прила ноги... Так и есть, он мне не подошел, поэтому я его использовала на тело там, где мне надо, и потом очень отлично проходить бритвы, потому что нет раздражений, так мягенько все скользит, поэтому вот, для этих целей я его, в общем-то, использовала. Классное средство для лица, это такое молочко для чувствительной кожи, это органическая косметика Лавера, которая, не знаю, обладает всеми сертификами, пахнет прикольно лавандой, довольно-таки неплохо отчаять макияж, но мне нравилось использовать на утро, в зимние и осенние периоды, также в летние, если вы едете на отдых, очень нежное средство, очень мягко очищает, не сушит кожу, подойдет тем, у кого чувствительная, сухая, нормальная, даже мне, у меня кожа чувствительная, но она жирная и проблемная, у меня также это средство отлично подошло, если будет еще на него какая-то акция, то, скорее всего, я приобрету себе его еще. Крем для лица, который просто у меня лежал целый год, и последние, наверное, полгода или даже больше я его использовала на шею, я изучила состав, и здесь на третьем месте, на третьем месте находится силикон, причем, допустим, первое место вода, потом, допустим, глицериль и силикон, то есть весь этот крем, который заставляет нашу кожу чувствовать себя более увлажненной, это серия Акватермаль, речь крем, и я его покупала изначально для того, чтобы увлажнять, напитывать кожу ночью и зимой, я его купила, кстати, в конце прошлой зимы даже, и вот сейчас я его допользовала на шее, потому что на лицо, конечно, ну, он ничего не делает, это видимый эффект увлажнения и питания вашей кожи, по факту внутрь кожи он не проникает, он не делает ничего на клеточном уровне, и это такое бесполезное средство, которое, кстати, очень дорого стоит, поэтому, если вы любите косметику Виши, я очень за вас рада, но, как по мне, это такие выборочные деньги на ветер. Первый раз взяла такое средство, я даже не знаю, латвийская, но не латвийская, в общем, марка Купер, написано Nail Polish Remover, если вы увидите это средство, не покупайте, потому что оно вообще не смывает лак, знаете, что самое ужасное, вся вот эта вот кутикла, все вокруг такого розового оттенка, если у вас, например, были ногти в красный, лак покрашены, и вот серьезно, я терла-терла, я не могла это оттереть, поэтому это какой-то ужас, и видите, я не могу им пользоваться, это впервые у меня такое с таким средством, в общем, я его выкидываю на помойку, и я его, конечно же, больше не куплю. Я пока не нашла для себя идеального натурального дезодоранта без алюминия в составе, но мне нравится гарнир, он такой как бы жиденький, шариковый, очень вкусно, ненавязчиво пахнет, он у меня закончился, очень люблю именно в такой версии тушь, которую я выкидываю, которую, в принципе, я не успела допользовать до конца, она, вроде как, еще не совсем засохла, но это какая-то катастрофа. В принципе, она дает очень хороший объем, у нее такая необычная щеточка, которая обладает такими очень-очень большими, очень такими пушистыми щетинками, она делает хороший объем, действительно неплохо, но у меня после нее глаза панды, она течет снизу, в общем, я его кидываю, потому что я так ходить не могу. Допользовала я такой серум от Джон Фриде, это был серум 6 в 1, который помогает и кончикам, помогает, чтобы у вас волосы не пушились, действует как термозащита, также спасает волосы от сухости. Я не могу отметить, что он делает что-то особенное моим волосам, не вижу смысла покупать вот такой вот серум. Когда-то я очень любила вот такие классные липо-баттеры от Нивея, у меня ваниль и макадамия, очень обалденный запах, пахнет каким-то шоколадом, ванилью, просто, наверное, вот этого бальзама у меня началась любовь к запаху ванили. До этого я не могла терпеть запах ванили, ни ванильное мороженое белое, ну, ничего не любила, но у него такой классный запах, просто обалденный. Мне хотелось каждый раз съесть эту банку, не знаю, съесть свои губы, потому что действительно запах обалденный, но это средство не успел допользовать, и у него вышел срок годности, его слишком много, и, не знаю, у меня тут еще довольно-таки, ну, может быть, даже меньше половины, но я выкидываю. Какое-то время назад я приобретала нашумевшие продукты от Sally Hansen, и это InstaDry, такое, как бы, верхнее подкрытие, после которого ногти держатся очень долго, лак сохраняется в течение 4-5 дней, и они быстро сохнут, и вот такое вот средство, которое якобы для роста ногтей. В принципе, это средство обалденное, это сушка, просто классная, но она стоит довольно-таки дорого, даже по скидке у него довольно-таки дорогая цена, при том, что на середине бутылька он засыхает, то есть мы дальше даже не можем его использовать. Продукты с Sally Hansen, в принципе, засыхают, через какое-то время мы не можем до конца ими допользоваться, и с этим продуктом то же самое случилось, поэтому просто я выкидываю, и вот этот вот Nail Grow Miracle, я бы не сказала, что он как-то помогал моим ногтям расти более длинными и более здоровыми. Но эта сушка классная, и, возможно, я еще ее приобрету. Что касается ногтей, я очень люблю вот такие разные лаки от марки Essence, они стоят там по 2 евро, даже дешевле, и у меня здесь разные, есть вот такой вот Gel Look Plumping Top Coat, это Top Coat, который делает ваши ногти, как будто бы они после маникюра такие блестящие, такие чуть-чуть впухленькие, самопокрытие такое более плотное, но также он у меня засох за такую цену, просто я не могу им уже пользоваться, его тяжело наносить, таким толстым слоем он ложится, поэтому я его просто уже выкидываю. Также у меня было такое покрытие, которое делает наши ногти более здоровыми, это Ultra Nail Repair, здесь были какие-то масла в составе, но также это средство у меня уже, в принципе, тут середина бутылька, но мне тяжело его оттуда доставать, поэтому тоже выкидываю. И вот такое All-in-One, тоже средство тут, в принципе, половина, и оно чуть загустело, поэтому также выкидываю, но сейчас у меня новые средства от Essence, поэтому я их периодически меняю, и за эту цену мне не жалко их постоянно обновлять. И еще один лак, который мне достался вообще в подарок в этом году, дико классный, такой оттенок красного, это L'Oreal Color Riche серия, это оттенок 408 Exquisite Scarlet, и это такой классный красный цвет, я его пользовалась настолько много, что у меня уже практически лак закончился, и у меня впервые такое вообще случилось, что лак закончился практически до конца, я просто уже не могу ничего вытащить оттуда, не могу покрасить ногти. Эйвен вот такая маска, мне ее подарили, и это питательная маска с зелеными оливками, ставка, конечно, тут ужасный, я ее воспользовала, по-моему, даже только пару раз, и я не заметила вообще никакого питания, абсолютно ничего, на кожу нанесли, смыли, и все то же самое осталось, поэтому я просто выкидываю это средство. Ну и теперь давайте перейдем к сайту iHerb, тут у меня также много пустых баночек, и первое, что я достаю, это такой тоник в виде спрея, и этот тоник я очень хотела, здесь 100 минералов в составе, и по отзывам я думала, что это какая-то панацея. Очень много хороших отзывов, вплоть до того, что люди пшикали свои больные места на теле, там какой-то артрит, ревматизм и что-то такое, и у людей все проходило, я не знаю, это какой-то маркетинговый ход, я верила в то, что это супер-пупер средство, по факту это обычная водичка, я не заметила вообще никаких изменений на моем лице, так что это средство в принципе не делает ничего такого, поэтому я его не куплю еще раз. Натуральный питательный крем для рук от марки Madre Labs, который с органовым маслом, и он должен был быть без запаха, но он пахнет, запах него просто отвратительным, пахнет такими сжжеными орехами. Этот крем идет только на ночь, потому что он оставляет руки жирными, и он плохо впитывается, поэтому, конечно же, больше даже бесплатно я его не возьму себе. Средство, которое просто ужасное, если у вас кожа жирная, комбинированная, и вы присматривались к этому средству, то просто я вам скажу, бегите, не берите его, не покупайте ни за какие деньги, ни за какую акцию, и, кстати, цена на него даже выросла. Это очень натуральный бренд Be Natural, и в принципе составы у них просто обалдительные, там нет вообще никакой химии, и это такое увлажняющее средство, которое вообще выглядит как водичка, похоже больше на серум. По факту это вода, размешанная с лимоном и с медом, который вы наносите на свое лицо, который не впитывает, у вас лицо липкое, сладкое, появляется сразу же блеск от того, что, не знаю, он как-то застывает на лице, и это даже не жирный блеск, это просто блеск самого этого средства, и, в общем, более противного средства вообще из косметического мира я никогда не встречала, это вот просто самое мерзкое, что может быть. Часто бывают акции какие-то, например, вот этот продукт был в миниатюрке, 12 мл, это отличная такая марка натуральная, Andalou Naturals, они выпускают косметику хорошего уровня, и я купила крем себе, который для чувствительной кожи, и это дневной крем, обычный крем, я ничего такого не заметила, поэтому, конечно, попробовать можно, но больше я не куплю, потому что это средство, в принципе, я использовала потом на шею, то есть оно ничего такого не делает классного, и на день, конечно, же не очень подходит, потому что сидит SPF фильтр. На хироп часто можно увидеть такие наборы от Sierra Bees натуральных гигиенических помад, и, в принципе, они мне нравились, все было очень мило, хорошо, но у меня сломался механизм здесь, и я не могу ее, она не выкручивается больше, поэтому, ну, конечно, да, слабенькая эта упаковка, поэтому я выкидываю, потому что просто я не могу никак вытащить оттуда средство. И почти последнее средство, это вот такой стик, который состоит на 100% из масла какао, мне он очень нравился, единственное, я его не куплю, потому что очень удобная упаковка. И последние два средства, которые мне нужно выкидывать, но я не хочу с ними прощаться, это марка Elf, эти средства были в любимчиках года и прошлого года, и вообще я их обожаю. Первое, это такая минеральная основа от Elf оттенки Portiline. Это средство просто обалденное, оно содержит такие какие-то мерцающие частички, но это средство я больше не могу найти ни на сайте Elf, ни на iHerb, его нету, и у меня он вышел из срока годности, здесь срок годности я заметила 3 месяца. Если вы знаете какую-то похожую минеральную основу, пожалуйста, напишите мне внизу, потому что средство было просто класс. Еще одно средство, которое также вышло из срока годности, минеральная такая пудра для проблемной кожи, отлично идет на какие-то прыщики, на высыпания, сглаживает кожу, придает такую матовость в этом месте, даже может быть лучше попать, конечно же, в цвете, чем бесцветный, но хороший состав, хорошо действовало в виде такого как будто бы праймера, такая пудра чуть подсушивающая, мне нравилось, очень длинное видео выйдет, очень много продуктов, спасибо вам, кто досмотрел это видео до конца, я вас всех целую и пока-пока, до скорых встреч!